Слава Иисусу Христу! Кстати, сейчас я созванивались с пастором Константином, здесь Константин Алексеев, мой старый друг, возле метро Черниговской, где СНЛ офис, там у них проходит богослужение. В субботу буду здесь проповедовать у них, и будет причастие тоже, хлебополомление, и молитва за исцеление, поэтому вот киевляне, кто в Киеве будет в эту субботу, то, пожалуйста, приглашаю, там уже с 10 у них начало, по-моему, да, я буду с 11 у них. Хорошо, друзья, слава Богу, благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, благословен Господь. И вот из Писания Паки-Паки, что называется, снова и снова хочу прочесть из Писания Матфея 13.43. В это воскресенье, кстати, прошедшее, я, значит, как раз проповедовал у себя в церкви, и как раз говорил тоже вот это место из Писания, произведшее такое, в общем-то, действие в сердцах людей. Вот, и 13.43 написано, тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да, слышит. Аминь, аминь. И сегодня, кто имеет уши слышать, да, слышит, что Дух говорит церквям, сегодня имеющий ухо, да, слышит, что Дух говорит каждому из нас. Слава Богу, приветствую всех, слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому, аминь. И сегодня у нас вечер, да, завершение, вот, четверга, сегодня 30-е у нас, получается, августа, ну, в гражданском календаре, 30-е августа 2018-го года. Вот, и в библейском исчислении сегодня завершение 19-го уже Элула, да, я себе тоже вот здесь искачал, простой еврейский календарь называется, рекомендую, много разных других календарей есть. Вот, да, вот, завершается 19-е уже Элула, ну, и на месяц смотрел я, Луну смотрел, вот, ночью она уже заметно бывает уже, вот. Вот, и начинается сегодня вечером, может, 20-е Элула, получается, да, ну, всего 5778-го года, соответственно, от сотворения мира. Да, скоро Новый год. От сотворения мира есть отсчет, ну, в традиции, древней библейской такой традиции, в древней еврейской традиции есть Новый год, вот, который идет от сотворения. Кстати, православная наша традиция, церковная, церковная православная традиция тоже, ну, взятая с иудаизма, взятая с библейского иудаизма, да, тоже именно в середине сентября отмечают, вот, новолетие, начало индикта. Новогодняя молитва, значит, она, вот, считается, да, в сентябре, в середине сентября, 13-е и 14-е сентября, интересно. Вот, в православной церкви, почему я очень часто обращаюсь в последние годы к еврейской тематике, к тематике иудаизма, изучение библейского иудаизма, потому что для реформаторского православного движения, вообще, я считаю, не только для православного, вообще для христианства это огромное благословение, вообще, знать свои корни, знать корни своей веры христианской, основу, как бы, вот, и... Потому что очень часто в истории христианства, я преподаю историю христианства уже не первый год, уже порядка 20 лет преподаю историю христианства и вижу очень четко, даже уже больше 20 лет уже, И вижу очень четко, что очень часто историческое христианство напоминало, знаете ли, вот как вот в той притче пословица народа русского «Иван непомнящий родства». Вот очень хорошо так выражено имена. «Иван непомнящий родства». Я помню, был разговор тоже с детьми по поводу как раз вот евреев, неевреев, еврейских традиций, корней наших, наших еврейских корней. Вот, и один из моих сыновей, мой младший сын, он, значит, сказал, ну вот есть такое исконное русское имя Иван, Иван, говорит. Вот, значит, это точно уже русское исконное имя, говорю. Сережа, Сергей Сергеевич, нет, ты ошибаешься. Это как раз исконное еврейское имя, Иоханан, просто оно так переиначно немного вот на русском, как и Иоанн или потом Иван. Просто, ну да, вначале Иоанн, а потом сократили еще больше Иван просто. Ну, как вот в разных языках есть сокращение. Как, допустим, англичане раньше, да, там даже еще, вот у меня карта Великобритании здесь есть, карта США, карта Украины, карта всего мира. Молюсь, вот такая духовная картография у меня тоже. Вот, то есть молюсь, взирая на карты этих стран, молюсь, благоставляю, вот, в общем-то, дисциплинирую себя в этом. И вот, когда с Великобритании, ну, тогда еще не в США, но в новый свет, будем так говорить, в новый мир, в Америку поплыли пилигримы, то в те времена они, когда прощались друг с другом, они говорили, God be with you, да, значит, Бог да пребудет с тобой, там. А потом уже проходили столетия, и это все сократилось, да, просто обычного goodbye, который, как бы, ну, не имеет, как бы, такого, конечно, никакого смысла. Вот, Вячеслав, приветствуюсь, слава на веки Богу Святому, аминь, аминь, благоставляю вас. Очень приятное такое впечатление оставили вы супругой вашей семьи, слава Богу. Вот, и благоставляю вас во имя Господне. Надеюсь на встречу, на скорую встречу, слава Богу. Вот, да, кстати, да, спасибо, спасибо. Вячеслав, кстати, вы мне потом перезвоните, ладно, хорошо, вот, перезвоните обязательно, вот, после программы уже. Вот, я, кстати, ваш даже номер не сохранил, оказывается, вот, то есть я сохранял, но с этим телефоном, вот этим, с экраном таким этим, сенсорным, у меня какая-то беда, значит, то есть, вроде сохраняю, а потом ищу и не могу найти эти контакты. Может, они и сохранились, может, они и сохранились, просто я их, как бы, не могу найти. Надо учиться, короче, учиться, учиться, учиться. Вот, и, да, напоминаю, вот эти номера, кстати, я их везде публикую, номера украинские, номера российские, и два номера мобильного, мобильных операторов Украины, и два мобильных номера, значит, украинских, и российских. Вот, значит, под каждым видео вы можете найти эту информацию. Вот, и эти мобильные телефоны, значит, можете пополнять, и тем самым, как раз тоже финансово участвовать в моем служении. И там же карточки Сбербанка в России, и здесь в Украине Приватбанк называется, карточка. Вот так вот, что немаловажно. Так вот, и по поводу, значит, христианских корней наших, нашей веры, и еврейских традиций, еврейских корней. Вы знаете, сейчас я готовлюсь к семинарам, я уже на следующей неделе уже преподаю. Да, с понедельника я преподаю, значит, в семинарии здесь, в Киеве, и преподаю, значит, тему, тема моего курса будет экклезиология, учение о церкви. И знаете, вот я люблю очень историю христианства, но очень ответственно отношусь вот и к такой теме, как вот экклезиология, учение о церкви. Потому что история христианства, значит, во многом непонятна без вот этого самого определения, что же есть в церкви, собственно. Вот, и сейчас, допустим, вот сегодня вот пересматривал, перечитывал притчи Иисуса Христа, вот, в том числе вот из Матфея, 13 главы. Притчи Иисуса, о притч, во Львов, Иван Левко, благоставляю вас, слава Богу. Вот, молюсь о поездке во Львов пока, вот не могу даты назвать определенные. Вот, Кифа уже уезжает или уже уехал, он сегодня или завтра уже уезжает во Львов, вот, но я, к сожалению, с ним не смогу поехать, потому что, вот, я говорю, на следующий день я преподаю здесь семинарии в Киеве, и поэтому я следующую неделю точно буду здесь, вот, да и начало следующего, еще через неделю, до 13-го числа буду здесь точно, вот, потому что 13-го числа у меня здесь еще будет на радио Эммануил будет прямая трансляция, прямой эфир, как раз, о воспитании, о семье, вот, слава Богу. Так вот, и к чему я рассказываю, вот, как раз именно о, вот, вот этом, слава Богу, свобода проповеди Евангелия, да, аминь, аминь, слава Богу, это величайшая благодать и действительно величайшее чудо, вот, я думаю, что очень многие украинцы, ну, просто, ну, недопонимают этого, вот, знаете ли, да, конечно, много проблем здесь в Украине, много, значит, там, и политических, религиозных, разных-разных, экономических, социальных, много очень проблем, но, когда есть свобода совести, когда есть свобода вообще, то это величайшее благо, величайший дар, слава Богу, и поэтому я вот считаю, что Украина великое будущее, потому что если есть свобода, все остальное приложится, все остальное будет обязательно, вот, тем более проповедь Евангелия, она звучит, действительно звучит, как никогда раньше вообще, удивительно. Слава Богу, великая благодать. Вот, и в православной традиции, да, вот, я говорю о притчах Иисуса, тоже читал как раз и из Иоанна Златоустого, из Феофилакта Болгарского, других известных учителей, отцов церкви, знаете, тоже о притчах, которые говорят, как раз рассуждают о притчах Иисуса Христа, вот, и в притчах Иисуса Христа раскрывается такая божественная экклезиология, раскрывается вообще в словах Иисуса, раскрывается божественная экклезиология, Библии Нового Завета. Вот что Экклезия, да, Экклезия это церковь. Церковь, чтобы, извиняюсь, потому что студенты это понимают, но не все, наверное, кто подключаются, не все могут сразу понять, что это такое. Экклезия это церковь. Экклезия. Экклезиология это учение о церкви, будем так говорить. Экклезиология, учение о церкви. И Экклезия это глеческое слово. Новый Завет просто написан на глеческом языке, поэтому, значит, вот когда изучаем темы Нового Завета, то часто вот термины греческие используем. И в проповедях тоже, не только в учениях особенно, и в проповедях тоже использую иногда эти термины. Вот. И есть еврейские термины, похожие. Похожие. Ну, допустим, там тоже говорящие, ну, там, мишпаха, да, в семьях такая. Хабер, хабер, это, значит, друг, да, хаберим, это, получается, друзья, да. Хабер, да, значит, хабер, это, значит, получается, да, можно назвать тоже какой-то такой, ну, церковью, что ли, общение друзей, интересно. Но греческое слово экклезия, да, оно состоит из эккалео. В какой семинарии лекции? Власть и война, пишет мне. Название такое, интересно, власть и война. Здесь киевская, славянская, евангельская семинария, так, по-моему, называется она. Я буду первый раз у них, я в разных здесь школах преподаю, в институтах, семинариях. Здесь, слава Богу, в Киеве, ну, с добрых десяток евангельских семинарий, примерно столько же институтов, академии там, и вообще здорово, мне очень нравится, что здесь религиозная жизнь, она такая, кипит, бурлящая такая жизнь довольно в Киеве. Вот, и в этой семинарии, вот, я буду первый раз, ну, так мы заочно знакомы, но, как бы, лично, как бы, лицом к лицу буду первый раз у них. Вот, и сейчас пересматриваю свои старые лекции, свои старые конспекты, и, значит, готовлю такой сжатый недельный, к недельному такому сжатому курсу, потому что обычной экклезиологии у меня, вот, в Сент-Джеймс-Колледже, здесь вот, в колледже Святого Якова был, значит, там, двухнедельный курс, в других некоторых школах тоже был двухнедельный курс по экклезиологии, а сейчас будет недельный курс, плюс тест еще. Вот, и экклезия слово из двух, можно так выразиться, слов, да, греческих, эк, калео, приставка, эк, калео, калео призванные, приглашенные, да, эк, это, ну, как бы, соответствует русскому из, как бы, состоящий из чего-то там, да, вот, из, вот, допустим, сегодня, допустим, пожарил котлетки такие, ну, там, взял фарш этот, индюшиный, индюшиный фарш, значит, взял там, там, всего-всего-всего, подемного добавил туда еще, там, и капусту, значит, там, и хлеб, там, там, яйцо, там, что еще, ингредиенты, там, по рецепту я забыл еще, что еще, вот, ну, что такие, да, вот, и получилось, лепил такой, значит, получилась котлетка такая, ну, как бы, пожарил, собственного производства, иногда люблю так кулинарную, ну, экспериментировать, я, к сожалению, больше порчу на продукты, чем, значит, их правильно использую, но, как бы, мне нравится иногда так, вот что-то такое сделать, мои есть фирменные даже некоторые блюда уже, которые я уже умею готовить уже, они без экспериментов, вот, значит, и, кстати, вот на шаббат, этот, хочу сделать завтра такое свое фирменное блюдо, значит, там беру килограмм говядины, нарезаю ее, как вот, типа бифстрогану что-то, только еще мельче даже, вот, и полкило этого, значит, перцев острых, и немного там томатов, и, короче, все это пережарю, получается такая, ох, бомба, правда, как бы, ну, как бы, из посторонних мало кто подобное может съесть, как бы, но, как бы, ну, моя душа, в общем, довольна таким блюдом, вот, а перед подачей еще заливаю медом, очень обычно, вот, мед я везде, и в рыбу, и в мясо, и везде, значит, ну, вот по поводу из чего-то состоящее, эг, да, эг, пишет Ольга Асотова, приветствую, а вы не желаете, переехать в Украину с семьей, было бы хорошо, да, уже и, и не раз об этом думал, или, вот, я лично, но, не все от нас пока зависит, я лично хоть сейчас, хоть даже и не буду уезжать никуда из Украины, я хоть останусь здесь, вот, но семья, дети уже взрослые, знаете, когда дети маленькие, там проще, когда дети маленькие, тем более, там еще, ну, до совершеннолетия, там проще, взял, особенно, когда они совсем еще малыши, взял, собрался, поехал, когда они уже взрослые, когда они уже школу закончили, все у нас, ну, нет, у нас еще есть одна школьница, завершающая школа, остальные все уже школу закончили, уже учатся, работают, и вот, поэтому с семьей уже так, тоже не сорвешь уже всю, вот, но Бог усмотрит, сам я в России подвергаюсь, конечно, к сожалению, таким преследованиям, вот, я там в списках антитеррора, там, как террорист, представляете, вообще, ну, еще лет 10 назад, это, ну, скажи об этом, но не поверили бы, вот, честно говоря, даже я бы не поверил, хотя 10 лет назад еще поверил бы, но лет 20 назад точно не поверил бы, что христиан будут судить, как террористов, вот, кстати, вот в эти дни меня, да, арестовали, вот два года назад, я бы там публиковал на фейсбуке, кто в моих друзях, на своей основной странице, кто, кто пользователи фейсбука, зайдите там, наберите просто на фейсбуке архиепископ Сергей Жрулев, там у меня еще есть дополнительные, эти страницы, на которые я делаю ссылки все время, это Сергей Жрулев и Сергей Жрулев, а вот основная, где написано архиепископ Сергей Жрулев, и вот там я как раз публиковал сегодня тоже материал, и вчера тоже публиковал материал, эти вот, перепост называется, да, вот, значит, вот этих, вот этих, того, что публиковал я год назад, два года назад как раз, и вот два года назад, да, я был судим, ну, начало сентября как раз, был судим, в это время я был под арестом, допросами, подвергался многочасовым допросам, вот, значит, и, знаете ли, был арестован прямо во время богослужения, милиция пришла, КГБшники там, значит, они сорвали служение, вот, забрали меня, ну, такое, значит, морский шоу такое было, вот, самое интересное, не их судили, что они вот, ну, так вот, верлом у нас, ну, попрали все законы, знаете ли, конституцию, вот, а меня судили, и, самое интересное, судья, она, значит, сказала, формулировка такая была, суда вообще потрясающая, там, один из постарей даже был на суде, лютеранский пресс-фитер, значит, пастор, значит, он, как бы, я так понимаю, адвокат, значит, ну, как бы, имеет юридическое образование, грамотный человек, и он, значит, сказал, что это, вот, настолько беззаконно, вот, но я, вот, слушаю, выступление судьи, вот, приговор судьи, он мне говорит, я как будто бы в книге деяний оказался вновь, потому что, значит, слава Богу, потому что, значит, угрожали всячески расправами, в том числе, и, значит, такими судом, значит, за такие страшные вещи вообще, вот, о которых говорится в Библии, что, чтобы никто из верующих лучше бы так не пострадал, вот, как написано, вот, уже не первый год уже обещали наркотики подбросить, значит, там, и, значит, значит, представляю, если судить священнослужителя в церкви, как наркодилера вообще ужасно, конечно, ну, мне как раз эти милиционеры говорили, что, значит, там неважно, виноватого, не виноватого, но потом вовек не отмоетесь от этого, но, слава Богу, это до этого не дошло, слава Богу, что судили за Слово Божье, за проповедь Слово Божьего, вот, ничего не подбрасывали, ничего там, они там никаких гадостей не говорили, я просто смирялся, молился, благоставлял их, там, и даже они там делали вид, что меня сейчас будут бить, значит, но, значит, как мне потом адвокат объяснил, что это было специально сделано, чтобы вы там либо блог поставили, либо как-то защищаться стали, значит, там, и как бы потом на камере это выглядело бы, вот, что как бы вы напали, как бы на, значит, представителей власти, вот, ну, как бы, этих органов, вот, вот, но, я думаю, даже если сейчас ударит, то совершенно, знаете ли, просто в молитве был, и ни руку не поднял, ни руки не поднял, значит, даже ничего, никакой защиты, даже не стал уклоняться от ударов, значит, значит, и, слава Богу, они не стали бить, значит, там, просто угрожающе так вот, пулаками, как бы, значит, вроде как бы собираются бить, вот, вот, но никаких провокаций не получилось, никаких провокаций не сработали, вот, значит, и судили меня, как судья сказала, за проповедование, значит, как она сказала, за благую весть, как бы, значит, проповедование Евангелия в церковном собрании, проповедование благой вести, Евангелия в церковном собрании, вот вина вся, вся вина в этом, ну, меня присудили в штрафу, но дело не в штрафе даже, Хотя для нашей семьи даже минимальный штраф был очень серьезным финансовым таким временем, но понимаете, когда многодетная семья, когда мы, слава Богу, без задолженности за квартиру, и слава Богу, все Бог усматривает, и до хлипа, что называется. Вот, но, да, молился, большая поддержка христиан, аминь, слава Богу. Вы платили штраф? Да, я платил штраф, значит, мы с женой пришли в Сбербанк, там оплачивали через Сбербанк России, пришли в отделение Сбербанка, взяли эти деньги, и с женой вместе помолились, прям там, прям в отделение Сбербанка, помолились, примерно такую молитву, что Господь, говорю, ну я так молился, по крайней мере, и вслух тоже, значит, и про себя, значит, и я сказал вместе с женой такие слова, что вот эти деньги, это святые деньги. Да, спасибо, спасибо, Ольга. Вот, и я говорю, эти деньги святые, потому что это финансы, посвященные Богу, тебе Господь, вот, и судья неправедный, осудил неправедно за Слово Божье, но, говорю, эти финансы мы сеем с женой сейчас в государство, которое неправедно нас осудило, и я знаю, что эти финансы святые производят святую работу в этой беззаконной и финансовой системе сейчас, во имя Иисуса Христа. Вот примерно так молились мы, помолились, помолились, в такой мир пришел еще раз, потому что я не знал, адвокаты рекомендовали, значит, там, значит, ну как, пересуд или как назвать это, ну пересмотр там, что-то еще сделать, вот, в другой суд обратиться, или как бы там, высший суд, вот, потому что адвокаты сказали, что сто процентов, ну, даже закон на вашей стороне и Конституции, даже закон Яровой, даже по закону Яровой, по которому я судили, даже он был на моей стороне, потому что, значит, все было, ну, документально, все было чисто, все было прозрачно, все было, ну, легально, значит, абсолютно. Вот, знаете ли, то есть поведение милиционеров этих было, ну, и КГБшников было совершенно, ну, значит, незаконным, и судья судил меня неправедно. Но я молился, и в Петербурге это было, это было все в Санкт-Петербурге, молился в Петербурге, потом в Туле об этом, и, знаете, на сердце пришло именно оставить, оставить как есть, не пересматривать этот суд сейчас, не сейчас, Бог сказал, что это не сейчас. Придет время, когда, вот, сегодняшний безбожный режим упадет, и, значит, и будет пересмотр всех дел, и верующим будут выплачиваться компенсации пострадавшим, и будет реабилитация верующих. Да, Иван Левко, слава Богу, радуйтесь, веселитесь, да, напоминают места из Писания, велика Ваша награда на небесах. Вот учился, и учусь этой радости, особенно на протяжении последних этих лет, потому что эта радость такая, со слезами на глазах часто, эта радость, она иного рода, она не отношение имеет ни к плоти, даже не так много к душе, больше к духу, состояние духа. Вот, даже если душа льет слезы, и тело в агонии, и болезни, то дух в этот момент ликует просто, который в нас, живой, святой дух. Вот, и вот эта радость небесная, радость небесная, и вот, потом я Жене сказал о своем этом вот переживании от Бога, что вот у меня на сердце мир, именно тогда, когда я молюсь, чтобы это все оставить и заплатить штраф, и она сказала то же самое, у нее подтверждение. И вот мы заплатили, и вот там, в отделении Сбербанка, когда мы молились, и у нее, и у меня был, опять-таки, такой мир присутствия Бога, что мы правильно делаем сейчас. Пусть это выглядит, может, даже с точки зрения там адвокатов, это неправильным действием, но мой адвокат Иисус Христос, так в Библии написано, мой адвокат это Иисус Христос, и этот адвокат, всех адвокатов, он иначе рассуждает, не так, как многие земные адвокаты. Вот, земные адвокаты не смогли защитить, и они, приниматели в этой системе, как вот мне еще говорил Ляховский, не Сергей, вот, который, к сожалению, продался антиэкесту, а Владимир, его брат, который юрист, который адвокат, он мне сказал такие слова интересные, ну, еще раньше еще. Он сказал мне, что по закону вы правы, говорит, по закону, да, вот, по всем законам вы правы, но система сегодня у нас такая беззаконная, когда законы не работают, когда законы работают только лишь, как бы, ну, что дышло, куда пнешь, туда и вышло, что называется, вот такая система. Вот, как в советское время, только еще в большей степени запутанная система. Значит, и презумпция виновности, вот, как бы, есть. Если тебя забрали милиционеры, значит, ты уже, уже виновен, уже, значит, как бы, ну, это, вот, абсурд, конечно. Поэтому молимся, нужна реформация, нужна реформация и в России, и в Украине, и в других странах, слава Богу. Конечно, когда приезжаем в Украину, здесь благодать, это мир, этот, знаете ли, вот, хотя идет война, конечно, да. «Любите врагов ваших», да, напоминает Иван Левков, Места из Писания, 5.44 Матфея. Матфея 5.44, как раз вот тоже я цитировал на молитве, вот, именно как раз вот, я учусь тоже на протяжении своей жизни христианской, как и любой христианин библейской, евангельской веры, я учусь тоже любить врагов, благоставлять, опять-таки, не своей любовью. «Моя любовь, она очень ограничена земная, да, моя человеческая любовь, она очень ограничена, вот, она несовершенна, а любовью его, потому что его любовь действительно во мне, она безгранична, его любовь во мне, она действительно, ну, она может благоставлять эту любовь и обнимать собой, Даже убийц, даже те, кто замышляет зло, замышляет убийство, уже несколько раз за эти годы уже несколько раз было покушений, неудавшихся покушений на меня физически устранить. Как ни странно, именно заказчиками являются сами же православные священнослужители. Знаете ли, свои же, свои же православные, свои же священнослужители. Мои вчерашние друзья, некоторые мои коллеги, правда за эти годы некоторые из них уже в этом покаялись, ну по крайней мере в этом, по крайней мере. Один из священников, который еще тогда в 1996 году был, ну как бы он одобрял мое убийство, он не заказывал, заказывал другой священнослужитель, более высокопоставленный. А этот священник, он молодой тогда священник, он одобрял мое убийство, как бы и был на этих разговорах, вот когда священники общались с бандитами, значит, и давали их деньги. И этот священник, который мне звонил впоследствии, вот, значит, и просил прощения, он сказал, что вот в 1996 году, он одобрял это убийство мое, но прошло 10, через 10 лет он забрал, будем так говорить, передумал, переосмыслил многие вещи, и даже звонил мне специально, представляете, и просил прощения, вот, значит, и даже финансы будем помогать вам, значит, там, значит, там, то есть так интересно. Вот, я не знаю сейчас где он, больше с тех пор не звонил, но, по крайней мере, он сделал очень важный шаг. Я, конечно, сказал, что Михаил, я говорю, я люблю вас, значит, я говорю, люблю тебя, значит, и как священник, и как брат, и, значит, и не держу никакого зла. Я знаю, что Бог над всеми нами, даже если бы тогда бы убийство и осуществилось бы, вот, говорю, значит, не держи никогда вот этого в своем сердце, зная, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. Как ваша семья живет финансово? Ну, я преподавал все эти годы, значит, сейчас, конечно, с этим очень сложно, лекции, семинары. Я сейчас провожу, только здесь, вот, в Украине, получается, в России школы, все, к сожалению, все школы, фактически, они отказались, вот, от моих услуг, будем так говорить, значит, сотрудничества. Некоторые об этом открыто заявили, некоторые просто отмалчиваются, но все школы, фактически, которые легально существуют в Российской Федерации, отказались. Вот, и я преподаю теперь только в школах, которые нелегально, это нелегально, то есть учусь конспирации, учусь основам конспирации, но, как бы, не от хорошей жизни, конечно, я не думал никогда, что придется это осваивать, как бы, уроки такие конспирации, конспирологии, ну, или как там называется, ну, короче, вот этого всего. Вот, но, значит, приходится осваивать. Вот, в церквях не регистрировано братство десятников, бывают, значит, там, да, боятся гонений. Да, некоторые боятся гонений. Одна из, значит, школ, семинария, да, значит, одна из школ, да, объединенная церковь христиан вероевангельская, тем более, что, как раз покойный уже Иван Петрович Федотов, он благоставлял меня, перед тем, как уйти ему в вечность, да, мы виделись, он благоставлял меня на служении моем, вот, значит, как православного реформатора, обновленца, вот, и это благоставление, оно для меня очень ценно и очень важно, и братья это помнят, вот, слава Богу. Вот, да и даже в этих отступнических системах современных протестантских, значит, нынешних в России, и писядников, и баптистов, и харизматов, и адвентистов, есть порядочные люди, система, это есть система, но в любой системе есть порядочные люди, знаете ли, вот, даже среди тех же самых чехистов, тех же самых милиционеров, есть порядочные люди, не все же там негодяи, есть, конечно, есть те, которые сейчас гонят верующих, облагоустраивают там обыски, всякие аресты, значит, там, знаете ли, инсценировки, всякие там подкидывают материалы всякие, там запрещенные там, или наркотики, или что-то еще, конечно, есть те, которые хотят выслуживаться, да, значит, есть, а есть те, которые по совести действительно верят, что это правильно они делают, но есть и порядочные люди, которые действительно понимают, что, ну, в чем они находятся, где они живут, и в христианстве то же самое, есть порядочные люди, и даже вот в объединении Ряховского и Сергея, значит, хотя это, к сожалению, очень такое, такое, вавилонская, такое, отступническая, такая система такая, к сожалению, цезарепопийская, вот, то есть они пошли таким же путем каиновым, как и историческое православие, к сожалению, вот, значит, ну, и там много есть порядочных пастырей, пресвитеров, епископов, вот, которые меня и поддерживают, в том числе даже материально поддерживают, слава Богу, то есть система, это есть система, я понимаю, вот, и в православной системе тоже, даже в РПЦ МП, с которой я выходец в 96-м году вышел, тоже есть порядочные люди, есть люди, которые действительно любят Господа и понимают. Георгий Бабий, да, слава Богу, да, хорошее братство, серьезные братья и, конечно, в каждой структуре есть свои определенные там проблемы, но, знаете ли, Бог видит сердца наши, вот, и, как Иван Петрович говорил мне, немалые гонения на православный храм в Ногинске, ну, в Ногинске там забрались все уже, да, да, слава Богу, течение Варанаева, да, Иван Петрович, ой, Иван Варанаев, значит, да, значит, я, кстати, был в Одессе в первой, как сейчас называется, Народная Одесская Церковь, Одесская Народная Церковь, значит, и там у них музей, я посетил музей, как раз Иван, как, Ефим еще, по-моему, да, Варанаев, вот, значит, Ивана Варанаева музей был, и того пробуждения 20-х годов, значит, в Одессе, потрясающие экспозиции, потрясающие материалы вообще, удивительнейший музей, а потом еще мне сделали, как гостью, оказали такую честь, ой, я очень рад, только я жалко, чтобы не было с собой камеры, да и был фотоаппарат, там я совсем немного пощелкал, вот, значит, а камеры не было еще у меня тогда, значит, но очень хорошая экскурсия, значит, она, мы назвали ее так, ее Одесса Евангельская, да, Одесса Евангельская, удивительная экскурсия, как раз по местам, вот, этой, как говорится, боевой славы, да, там, где, вот, вот, моменты, где, вот, как раз Варанаев служил, где первые христиане, те собирались, вот, именно, исполнены Духом Святым, вот, это было пробуждение 20-х годов, много свидетельств я слышал, вот, очень хорошие братья в этой церкви, Одесской народной церкви, я у них там не раз был, вот, давно уже не был, надо будет тоже наведаться к ним, вот, хорошее служение, есть записи на Ютубе, здесь, на моем канале Ютуба, есть записи моих семинаров, там, Одесская народная церковь ОНЦ, да, значит, город Одесса, значит, и люблю Одессу очень, да, люблю очень Одессу, молюсь, часто молитву вспоминаю, слава Богу, это о нем пишут в книге «В котле России», ну, да, чуть-чуть, вообще «В котле России» это Проханов, Иван Степанович Проханов, Иван Степанович Проханов, это немного другое движение, это сто лет назад такой евангельский христиан, которое очень было похоже на баптистское движение, которое впоследствии даже соединилось с баптизмом, да, именно евангельский христиан, был такой всех, так называемый, всех, Всероссийский союз евангельских христиан, вот, слава Богу, благоставляю всех вас, братья и сестры, сегодня много рассказал, я как бы планировал немного по-другому, но свидетельство очень важное, очень важная вещь, архиважная даже, потому что побеждаемо лукавого кровью Иисуса Христа и словом свидетельства своего, словом свидетельства, да, я сегодня паки и паки, снова и снова возношу молитву за гонимых христиан, за наших братьев и сестер в разных странах мира, в России в частности, вот, и за гонителей наших, за все гонители, я это понимаю все больше и больше, что очень важно молиться за гонителей наших, я это впервые так вот очень четко, ну, пережил, как бы, или даже болезненно пережил, Господь благословил, Боже. Еще в 91-м году пережил очень сильное вот это откровение, ну, обличение, откровение сразу, вот, в 91-м году, когда меня как раз в руку положили уже тогда в священники, еще был Советский Союз, но последний месяц уже Советского Союза, ну, он уже на лану дышал, да, Иван Левко пишет, что есть такой в России Союз, да, так и есть, я у них тоже бываю, бываю, потому что те общины, которые больше независимы от государства, да, больше самостоятельны, вот, в этих общинах я имею возможность бывать и проповедовать, вот, но те, которые больше под контролем, которые под колпаком, мамоны, именно, эти церкви, хотя они устами говорят, что Иисус Господь, ну, по сути, там мамоны Господь, мамоны Господь, политика Господь, там, значит, антихрист Господь, значит, но Христос, когда Господь, это не просто на словах, не всякий, говорящий Господи, Господи, да, Иисусу, а исполняющий волю Божью, а Иисус говорил так, не можете служить Богу мамоне, вот, и по поводу откровения своего, вот этого, 91-го года, я был тогда молодым священником совсем, меня только положили в священники в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я по-другому и не мыслил вообще свое служение только там, только в этой структуре, я погружался в нее, выцерковлялся, 87-88-е годы начал служить в православном храме, вот, служил как чтец и подьякон, значит, в этом Орловской области, получается, Московской области, а как уже диакон и священник, это уже в Рязанской области, в Рязани, в Рязанской области, вот, и в 91-м году в Рязани уже я был священником, в Борисоглебском соборе служил, и часто ездил в Москву, там электричка ходит до Москвы, там рядом, да, в Москве есть такая, в Туле есть такая церковь, да, я был у них, бывал у них, они подвергаются гонениям сейчас, прессингу, потому что церковь независимая, вот, я очень уважаю тех христиан, которые действительно не просто на словах, а в самом деле для которых Иисус Христос есть Господь, я очень сильно уважаю как и христиан, потому что сам всегда живу так и стремлюсь именно жить вот именно таким образом, чтобы Иисус Христос, мой Господь, Бог и Спаситель, это не просто на устах, это в самом деле, вот, это очень важно, потому что очень много христиан, для которых Иисус Господь, Христос как Царь, Господь лишь на устах, вот, а самим делом, как вот, допустим, было в Германии, там, этот, Дитрих Бенхофер, Мартин Немюрлер, да, вот эти вот лидеры сопротивления, они как раз об этом говорили, очень серьезные вещи, серьезные параллели, в католической церкви тогда, во времена Третьего Рейха, был, как же его звали, забыл, немецкий пастор, католический священник немецкий, а, Бернхард, Бернхард его звали, отец Бернхард, Бернхард Лихтенберг, Бернхард Лихтенберг, вот, даже можете набрать его, там, посмотреть его биографию, хотя пишут на него всякое тоже, вот, ну, как и о нашем Господе, я тоже всякое пишу, значит, вот, и Бернхард Лихтенберг, он единственный католический священник тогда, в Третьем Рейхе, вот, именно непосредственно в Германии, который противостал этой системе цезаревопизма, этой системе подчинения церкви Антихристу, хотя, ну, де юре было подчинение Папе Римскому, значит, там, и была своя структура католическая независимая, но, де факто, все подчинились Антихристу, вот, как и сейчас в России, все подчинились Антихристу, фактически, очень мало кто противостоит, очень мало, Дух Антихриста очень сильный Дух, и люди недооценивают это, многие христиане, думают, если я буду читать Библию, там, и вот, как бы, сохранюсь сам по себе, да, может, сам сохранишься, но, вообще, церковно, вот, то, что греки называют апостасией, это очень страшная вещь, и в этот момент очень важно сегодня молиться за гонителей наших, очень важно молиться, потому что носители Духа Антихриста, они сами, вот, страдают в первую очередь даже, даже не гонимые мы, христиане, а наши гонители, страдают от этого Духа в первую очередь, потому что дьявол, кого использует, он их больше всего и ненавидит, и первыми хочет истребить, как раз, именно их, вот, как, допустим, наоборот, если брать, ну, светлую сторону, будем говорить, да, значит, Бог, если кого использует, да, в этом мире, то он как раз и больше любит его, и больше любит, и больше благоставляет, вот, поэтому, если хочешь, чтобы больше любил тебя Господь и больше тебя благоставлял, просто больше служи, больше будь рабом и слугой всем, вот, вот, и в 91-м году, я дорасскажу эту историю, я служил в Рязани священником, и в Москву часто ездил, значит, у меня много друзей было там, и однажды в электричке, там электричка ходит с Рязани до Москвы, и однажды в электричке напротив меня сел мужчина, вот, ну, как говорили, ну, так неподалеку, и я его сразу не узнал, но я был в подрязнике, с крестом на груди, таким иерейским крестом своим, вот, сидел там, а он меня узнал, значит, и он подвинул, отсел ко мне поближе, там, значит, и говорит, ну, Сережа, а я, я, ну, да, Сергей, отец Сергий, он говорит, отец Сергий, вот это да, вот, значит, это оказался бывший прапорщик полка, значит, секретной части полка, значит, где я служил в советской армии, представляете, вот эта встреча, а этот особист, или как его там, ну, да, он секретной части полка заведовал, вот, значит, он уволился из армии к тому времени уже, он уже не служил, уже снял погоны тогда, вот, значит, союз уже разваливался, и вот некоторые уже офицеры, там, и прапорщики, они уже некоторые увольнялись тогда, в 90-91 годах, и вот он уволился тоже тогда, значит, и он стал дьяконом православной церкви, представляете, стал служить, и подиаконствовать, и дьяконствовать, впоследствии в Москве, в Московской области, точнее, и, значит, и вот мы с ним встретились, так интересно вообще было, вот, товарищ прапорщик, да, господин дьяк, он уже, значит, и мы с ним разговорились, и он, значит, мне поведал историю, от которой у меня, как говорят, шар с дымом поднялась, знаете, я, честно говоря, я был, ну, вообще, настолько, ну, и шокирован всем этим, и вообще, и удивлен, и облечен, и вдохновлен одновременно, вот, знаете, да, не зря бы в армию ходили, да, точно, слава богу, вот, меня ж в армию могли не брать, конечно, вот, значит, и не брали бы, но родители, родственники настояли, потому что, как раз, вот, знаете ли, ну, одним словом, служил я в армии советской, и первых полтора года была нормальная служба, более или менее все было так благополучно, даже больше, чем порой, потому что мой родный командир тогдашний первый, он был такой, ну, более, ну, как бы, уважительно относился ко мне, как верующему человеку, хотя он коммунист, понятное дело, потому что все офицеры были коммунисты, вот, значит, но очень так уважительно относился ко мне, как верующему человеку, и всякими там правдами, неправдами, но меня отпускал на служение, вот, и я фактически вот полтора года, почти каждую субботу вечер был на всеношном день в храме, там неподалеку был храм, просто от КПП прям, немного пройти дорогу, значит, там, и уже вот тебе храм, Никольская церковь, вот, и каждую субботу вечером я был там, фактически каждую субботу, был на всеношном бдении, а в воскресенье с утра был на причастие, был, значит, на литургии, вот, и полтора года первых, вот, я, значит, почти каждый выходной был в храме, вот, один раз даже умудрился, значит, на карантине, будучи на карантине, вообще не отпускаю с карантина никого, вообще, один офицер, он, по сути, рисковал своими погонами, он отпустил меня на субботу вечер и воскресенье, то есть, ну, на суд кидал, написал увольнительное, хотя я даже не солдат был еще, я еще на карантине был, этот майор очень сильно рисковал, но я так потом понял из наших разговоров, я приходил к нему, он, видимо, о вере очень хорошо знал, о христианах, уже человек немолодой был, значит, и на хорошей должности был, храм православный посещали, да, я тогда только храм православный посещал, я никакой даже другой не знал, вот, значит, и как-то не соприкасался никогда я тогда, в 80-е годы, значит, перестройка, понятно дело, перестройка была, но я никогда не соприкасался с христианами других конфессий, динаминаций, вот, да, слава Богу, Сергей пишет, мир не без божьих людей, это точно, 100%, и тот майор, который мне давал увольнительную тогда, вот, я его до сих пор часто вспоминаю добрым словом, знаете ли, потом я подходил к нему несколько раз на такую короткую беседу, вот, вот, и я сейчас уже, будучи вот уже взрослым человеком, я тогда, значит, ну, я понимаю теперь его сердце, его настроение, то есть, видимо, он искал Бога, или же он отступил от Бога, когда, то есть, у него, у него была какая-то вот порой боль в сердце, вот, он не говорил, ну, я для него солдат просто, значит, как бы, и, как бы, и он не откровенничал со мной, но я чувствовал какую-то боль в его сердце, когда он, значит, вот, это делал, и, в частности, он меня отпускал, когда на сутки, на сутки, с карантина, но, правда, это было чудо божье, накануне, перед тем я почти неделю постился, на карантине находясь, когда там, как лошади нас гоняли вообще, но я постился как, я не то, что полный пост, я от всего отказывался, хотя там подъедали все подряд вообще, мели там все подряд, вот, я брал хлеба, и там, что там, чай наливали, вот, и чай, и сахар там, все, больше я ничего не брал, вот, значит, а остальное, значит, там отказывался есть, не то, что отказывался, но там, там не следили, особенно, там просто я вроде, как будто бы не хочу, и уходил со столовой, вот, и всю неделю, конечно, к концу недели, к субботе я уже шатался уже, честно говоря, было, физически было очень тяжело, потому что это постоянно на износ гоняли нас, вот, значит, и там бегали от противогаза, все, значит, везде лазили, прыгали, значит, там, и, конечно, это было уже на износ, в субботу я, но я всю неделю постился, перед тем, как раз, вот, получается, в предыдущее воскресенье, как раз разговаривал с одним, там, солдатом, танкистом, вот, и я ему, ну, говорил, там и другие были ребята, конечно, но этот танкист, особенно, он сильно зацепился в разговоре, он, значит, сказал, что, значит, что он не верит тому, что я из Евангелия ему рассказал, ну, и этим ребятам, а я рассказал о притчах Иисуса Христа и вот о том, что Иисус говорил, я рассказывал, что вот, что попросите чего во имя мое он даст вам, этот танкист стал перед всеми ребятами смеяться, как бы, значит, и говорит, ну, что, если я попрошу дембери сейчас, что у меня дембельнут, что ли, вот, как-то так вот, вот, значит, и говорит, я не верю этому, и у меня, вот, знаете, я смотрю на него, вижу боль в его глазах, потом, вот, неверие, это боль всегда, неверие, атеизм, это всегда боль какая-то, вот, я так вижу ее, вот, и, и, знаете ли, как бы, огорчение на Бога какое-то, вот, какая-то обида, может, не знаю, вот у него какая-то обида, когда внутри была, и, знаете, я был тогда, ну, я сейчас понимаю, духом наполнен тогда, и я сказал, что я буду поститься всю неделю, а он спросил, ну, чего ты хочешь, допустим, чего ты хочешь, на меня указывают, а я, а я сказал прямо то, что было на сердце, прямо то, что у меня было, у меня было как раз огромное желание побыть в церкви, в храме причаститься, исповедоваться, причаститься, потому что к тому времени уже там уже пару недель, я три недели уже не был в храме, и мне очень томило это, я очень хотел быть в храме, причаститься, вот, исповедоваться, причаститься, И я очень сильно хотел на служение церковное. И он сказал мне, это невозможно, ты еще на карантине, короче, не получится ничего. Я говорю, вот я буду неделю допоститься, и Бог даст мне быть в церкви. Он, короче, посмеялся, но ребята задумались. И вот всю неделю я постился, и в субботу уже шатался. И представляете, подошел к этому майору, это было чисто побуждение свыше, потому что он не из полка. У нас были курсы, офицерские курсы, а был сам полк, расположение полка. Но наш полк был, значит, полк обеспечения учебного процесса при курсах, будем договорить. Вот, и поэтому очень часто офицеры курсов, они были у нас, а мы были там, на курсах. Но находясь на карантине, я, конечно, не мог тогда быть еще на курсах. И вот, и я подошел к этому майору, и я даже не помню, как я обратился к нему тогда. Вот, слава Богу. Тоже из военной среды, слава Богу, благоставляю вашего мужа, да. Вот, и знаете, и я подошел к этому майору, даже не помню, как я начал говорить. Ну, как-то обратился там товарищ майор, вот, как бы, разрешите, как бы, что-то обратиться. Я ему сказал, что вот я, говорю, так и так, вот меня зовут так и так, и вот я очень хочу быть в церкви. Сегодня вечером, говорю, вот, в субботу, все ночные деньги будет, завтра будет, вот, литургия. И я говорю, я очень хочу быть на служении. Ну, я даже как-то так объяснил ему. Самое интересное, потом он говорит, подойди ко мне, вот, вот, там есть корпус, знаешь, такой-то кабинет, подойди ко мне. Я подошел к нему. Самое интересное, он из стола достает, вот, увольнительную, и говорит, ты знаешь, говорит, что ты еще не солдат даже, ты, говорит, еще на карантине, ты еще присягу не принимал. Я говорю, да, конечно, говорю. Он мне, он-то смотрит на меня так. Он, ты знаешь, говорит, что я, говорит, рискую погонами своими вообще. Я майор, я, говорит, вот. Я говорю, наверное, да. То есть, я молодой еще, что я понимал особенно-то, ну, наверное, понимал как-то по-своему. Вот, значит, и, я, говорит, не знаю, там, ну, как-то он так выразился еще так, ну, без мата, но так вот, типа, ну, черт, говорит, ну, ладно, говорит. Короче, напишу. Ну, смотри, не подведи меня, говорит, короче. Приди, вернись обратно. И, значит, меня поставят, что, как-то так он. И он несколько раз это сказал. Он еще что-то спросил меня, вот, о моей вере, вот, как я вот понимаю. Я ему что-то сказал. Я уж не помню даже наш разговор так до конца. Ну, короче, он мне вручил увольнительную, потом даже довел, там, проводил, значит, по коридору. Ну, вот, все, ступай. Ноготь, вернись. И я пришел, и я был в храме. Я тут же на КПП иду, вот, значит, с этим, вот, с этой увольнительной в храм, а там храм виден был, звон колоколов уже все. Я, как раз, на все ночные день и прямо в форме, значит, мы же в форме ходили, хотя еще присягу не принимали. Вот, значит, и стою на этой все ночной, плачу. Мне так, вообще-то, так радостно, так Бог коснулся вообще, так все это, вот, так прекрасно вообще. Вот, значит, подошел к священнику по благословению, он меня благословил, отец Иоанн, уже покойный, уже, Паташинский. Вот, значит, и спросил меня, откуда я что, я говорю, вот так, вот так, вот, я говорю, вот, здесь вот рядом на курсах служу, значит, и вот, значит, у меня увольнительная. Вот, и у меня на сутки увольнительная. Говорит, а ты можешь остаться у нас ночевать, там, у бабушки одной, да, прямо на квартире, здесь, рядом с храмом. И я там остался ночевать, у меня молитва слов, я молюсь, значит, там, значит, там, все правила ко причащению прочитал, значит, утром литургия. Она мне действительно показалась, действительно, божественная эта литургия. Вот, я причащался, и там была одна бабушка, она, получается, ей уже было, она еще с 19 века, там было несколько таких бабушек, которые были вот с 19 века. Вот, то есть, получается, им было уже за 90 тогда, вот, значит, в 80-е годы, значит, и, знаете ли, и одна из этих бабушек, она всю жизнь тоже прослужила в храме, порядка 70 лет. Представляете, порядка 70 лет она пела, читала на клиросе, ну, последние годы она уже, правда, почти не пела, старческий голос такой был уже, вот, ну, уже, как бы, такой, знаете ли, вот. Ну, она там протирала подсвечники, ставила свечки, вот, и, как бы, очень, так вот, бабушки эти были, так вот, уважаемы там в храме, в этом. И эта бабушка потом, она подошла, там, матушка Ипраксия была такая, монашка тоже старенькая проживала у нас там при храме, в том, значит, и подошла, и говорит, что она видела видение в тот день, когда я вот, это все происходило, о чем я сейчас рассказываю, она видела видение. Потом мне другая бабушка это все передала, рассказала, а потом матушка Ипраксия подтвердила все это, что, да, был такой рассказ, было видение. Вот, значит, когда причастие началось тогда, вот, из алтаря как будто голубь вылетел, именно голубь физически, но другие не видели голубя, самое интересное, а эта бабушка увидела голубя, и этот голубь, он прилетел, значит, прямо из алтаря, когда священник вышел там с чашей, да, по тир, дискус, и со страхом Божиим, а не, уже с чашей уже, со страхом Божиим и верою приступите, благословен гряды во имя Господне. Бог Господь явися нам, и священник уже нам говорит уже, веруй, Господи, исповедуй, как ты ищешь, ты ищешь Христос, сын Бога жива, вот, значит, и дальше вот перед причастием эти стихи, и в этот момент этот голубь, он порхал, значит, там, из алтаря, значит, и он сел на солдатик, как говорит, ну, то есть на меня, вот, и в тот день я пережил такую сильную и сильную, что это Божья благодать, вот, и, знаете ли, когда вернулся я, я пришел к тому, моему майору, саду вольнительный, вот, коротко рассказал ему о том, что происходило в тот день, большая была благодать Божья, там многие потом офицеры, они потом, вот, благодарили Бога за вот те годы, так получалось, что встречал некоторых из этих людей, слава Богу. Ну, так, я хочу, что рассказать-то, я извиняюсь, я начал, вот, эти долгие уже истории рассказывать, но свидетельство сейчас, расскажу свидетельство.